всем привет сегодня создаю платье для изольты из хлопка и буду вам показывать процесс ткань мы выбрали стопроцентный хлопок со специальной обработкой он очень нежный приятный к телу ну естественно все лучшие свойства хлопка он конечно имеет начинаем кроить это моя мастерская тут готовые уже вещи ткани и лекала манекен который раздвигается по нужным размерам на каждого клиента я делаю манекен по его параметрам и на него шью поэтому ошибок с размером у нас не бывает машинки и мы начинаем с того что будем гладить ткань пропаривать ее чтобы не было потом таких неожиданностей как платье села после стирки как и все натуральные ткани хлопок конечно очень умеется но мы прощаем и не все это потому что это натуральная ткань очень приятная и конечно она гораздо круче любой синтетики гладится очень легко ведь как видите вот прям с одного практически касание утюга ткани уже идеально ровно готова а а Продолжение следует... Наше шоу продолжается, и сейчас мы будем выкраивать рукав. Так, рукава готовы, теперь их собираем, и остается их пришить к платью, и буду показывать готовое. Теперь у нас из метров ткани получились детальки, перед, зад, юбочка и целая куча отходов. Мастерскую показать. Штатив вот сегодня еще у нас тут, машинки. Это готовая красотища. В общем, первый раз я снимаю видео о том, как я шью. И, наверное, последний. Потому что столько времени отнимает установка камеры. Вот это все, чтобы было не только мне видно, но еще и зрителям. Это, в общем, отдельное искусство, девочки. Я, наверное, вот покажу разочек и хорош. Это очень влияет на скорость шитья. Очень медленно получается сидеть в неудобных позах. Не так, как я обычно шью, чтобы попадать в камеру. Так, это мы сейчас собираем рукава. Продолжаем аттракцион пошива одной рукой. Шучу, не все одной рукой. Одну строчку покажу. Это вот такой вот шов получается. Обработка края. Для тех, кто никогда не видел, что такое оверлок, вот это он. Продолжение следует... Я сейчас покажу на себе, потому что я ближе к вашим параметрам, чем мои худосочные манекены. Так, вот смотрите, показываю. Обхват груди 103. Видно? 103. И далее 80. Как у вас? Сейчас покажу декольте. Так, меряю на футболку, ну, потому что так гигиенично для вас, чтобы никто его это платье не надевал. Я поэтому на футболке показываю. Вот смотрите, значит, надеваю. Здесь сзади у нас вставлена резиночка для комфорта. А вот отсюда, с боков, начинается уже лента-завязка. Вот я ее сейчас завяжу. Здесь распределяем на свой вкус. Вот можно сделать потуже. И здесь завязывается бант с длинными лентами. Так, рукавов еще нет. И пока не смотрите. Я вам пока декольте показываю. Так, здесь, значит, делаем бантик. И вот декольте. Ну, как видите, нижнее белье, вот у меня точка вот здесь. Вот лифчик пошел в контур, видно. То есть, вырез приличный. Не видно нижнее белье. Ну, и в то же время остается декольте. Ну, и по желанию сможете там вот так сделать, например, по ситуации. Но размер позволяет прикрыть побольше. Вот сделать его совсем прям вот культурным, так сказать. Так, бантик. Ну, и сзади вот резинка, как я говорила. Думаю, декольте можно так оставить. Это прям вот оптимально. Талия немножечко завышенная, там, вы видели на картинке. Так ноги, кажется, еще длиннее. И фигура стройнит. Пойду пришивать рукава. Платье готово. Посмотрим поближе. Драпировка у нас идет здесь на плече. Это дает свободу в груди, в движениях. Вот такие сложные рукава, объемные, с поперечными складками. Хлопок мягкий, но форму держит. Рукав получается до локота закрывает. Здесь у нас бант, завязки. Завязки у нас стоят только до бока. А на спинке, на спинке, вот здесь стоит резиночка для комфорта движения. Качество внутри. Здесь у нас двойной перед. Рукава. Низ сделан вот на такой формообразующей ленте, которая позволяет платью держать форму по низу, а не скатываться. Завязкой можно регулировать размер, как вам хочется. Рукава. 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 Продолжение следует...